Нейси Пелоси планировала посетить Тайвань еще в апреле, но тогда визит отменился. В июле в средствах массовой информации возобновились слухи о том, что Пелоси прилетит на остров во время азиатского турне. 2 августа в Тайвань вылетел самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что визит Пелоси расценивается как подрыв суверенитета Китая и США понесут за это ответственность. Китай отреагировал на этот визит максимально жестко. В провинции Фунзянь, откуда практически видно Тайвань, проходит военные учения. Все рейсы, вылетающие из этого региона, отменены. Обстановка, которая сегодня сложилась в отношениях между Соединенными Штатами Америки и КНР, Китайской Народной Республикой, представляется весьма напряженной. И ситуация, она во многом связана с тем, что Китай категорически против того, чтобы официальные лица Соединенных Штатов, в том числе представители Конгресса, в том числе и представители Сената Соединенных Штатов, посещали территорию Тайваня. Этот визит на НСП Пелоси, о котором неоднократно говорилось, он является визитом, ну, как можно выразиться, неофициальным или, точнее, полуофициальным. Поскольку администрация Байдена, она, с одной стороны, не может контролировать деятельность конгрессменов и сенаторов, категории которых относится НСП Пелоси, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что она является официальным лицом Соединенных Штатов. И таким образом, для международного сообщества это знак того, что Соединенные Штаты продолжают развивать контакты, между государственными контактами между Тайванем и США. Последствия совершившегося визита Нэнси Пелоси на Тайвань однозначно будут. В политическом плане это, конечно же, дополнительные голоса избирателей демократам и Нэнси Пелоси в частности. А, следовательно, определенные укрепления администрации Байдена и первая дипломатическая победа, за которой последует еще более жесткое давление на Китай. Можно говорить и об укреплении позиций тайваньских политиков, ратующих за независимость острова. Конфликт между Китаем и Тайванем нарастает с каждой минутой. Возможен ли мир? Дело в том, что в настоящее время международные отношения развиваются крайне хаотично. И предсказать траекторию развития событий в системе современных международных отношений очень сложно. Проблема имеет более чем 70-летнюю историю. Мы знаем, что проблема Тайваня сформировалась после Второй мировой войны в 1950 году. И вот мы можем с вами представить, что за последние 70 с лишним лет никакого очевидного прорыва в развитии этих отношений не сформировалось. Россия, в свою очередь, полностью солидарна с Китайской народной республикой по поводу тайваньского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США выбирают путь конфронтации вместо уважительного отношения к проблеме Китая. Ничего хорошего это не сулит, здесь можно выразить только сожаление. Карина Саехова, Универньюс.